добрый день как мы обещали продолжение видео система еще не доделанная будем сегодня как бы есть такой нас планах запустить ее но смотрим что без нас пока мы были дома хозяин сделал уже вверх теплоаккумулятора видим как красивенько сделано здесь с кож такой классненький алюминиевый еще армированный все классненько здесь четко красивенько здесь у нас уже есть потом мы когда будем запускать более подробно узел подмеса длина теплотранса большая сопротивление без расчету так скажем на глазок взяли насос и с запасом не фокусируется восьмерочка насос возможно не надо будет можно переключать на меньшее положение здесь еще сын не доделал это его работа я занимаюсь металлом здесь еще подачу сделать осталось обраточка уже готовые узел котловый подмеса сделан потом тоже мы посмотрим когда запустим более подробно уже здесь дымах вот все сделано задела там дверца для чистки сделано расширитель уже здесь все сделано осталось немножко поехали работа сделано на 90 процентов пока заливаем воду немного шумит насос который заливает воду нам тем временем тем временем попробую сделать такой короткий обзор что было сделано но пока еще не было запуска смотрим по котлу установили дополнительный термостат кто как его называет опушных газов термостат под дымоходу капиллярчик из термобаллона на дымоходе под обшивочку мы установили здесь как бы есть место так и пишет термостат топочных газов здесь можно было его установить но два рядом ставить чтобы пользоваться людям не путаться этот на вентилятор в вентилятор здесь не вытяжной нагнетательный до чего если правильно сказать это не совсем хорошо есть то есть есть нас термостат потом он будет регулировать температура для начала ставим приблизительно в районе 100 градусов когда затопится котел будет горение нагревается дымоход отдать команду здесь не спрятали провод если видно не видно провод идет котлового насоса вот я сейчас более чтобы видно было вот здесь котловый насос узел подмеса котловый включает дальше что было но регулятор чаки установлен это все как как бы штатно группа безопасности мы не стали покупать и практически как всегда делаем группу безопасности сборе а установили просто два предохранительных клапана почему так значит если покупать среднего скажем ценового сегмента группы безопасности она очень ну скажем так желает желает лучшего качества не очень хорошие там какие нюансы кто оставил то знает плюс клапан то что ты на грубой безопасности один не совсем правильно потому что проходит время и он может но не сработать человек не проверял его не прощелкивал ставим два клапана получается как бы дешево и сидит он и надежно установлен дополнительный термометр на котле есть вот такой тоже капиллярный термометр он иногда замедленно срабатывает иногда он любит выходить из строя но менее точный для надежности это самый выход из котла чтобы контролировать самому в самому главные показания я думаю самый главный термометр качели лучше продублировать можно было без него подача сделана трубой полтора дюйма к нашему тепло аккумулятору установлен дополнительный клапан лепестковый обратный для того чтобы не было паразитной циркуляции когда котел остынет и начинает бочка работать как котел а котел как батарея и обратная циркуляция американка кран сервисный дальше что мы говорили наша трубка и воздухотворчик если он как вы каким-то образом потечет было такое что человека потекло и он снимал всю обшивку говорит потекут потек тепло аккумулятор только потом он понял что зря проделал ну работу потом опять по все по-новому оказалось воздухотворчик его подвел подмет сделан здесь трубой байпас 1 дюйм кран фильтр еще здесь будет на трех воду установлена термоголовка 40 70 градусов и распределительным клапаном против движения но неправильно да неправильно но работает в этом случае как бы сам оптимально нам но сколько мы пробовали ставим и ладомат и я думаю что это не целесообразно даже человек не звонил в одного ну не там где мы ставили он не сделал байпаса и с входным клапаном какой-то пластмассный шток там сломался и рванул котел даже такое было дома стоит кучу денег термопатрон термосместительный мы ставили герц и на 55 градусов и на 61 ставили и разности мы там на 61 еще надо дополнительный баланс его балансировочный кран там еще больше проблем а этот работает четко не боится воздуха термопатрон не находится в воде он не закисает ну шток иногда бывает что его надо смазывать желательно силиконовым маслом потому что там резиновое плотнение как бы не все продукты не не слишком им хорошо и выносная термоголовка она лучше служит и большой плюс в том что мы можем ставить температуру какую пожелаем по вкусу потому что термопатрон как бы пишет 55 градусов на одном котле работает в одной системе почему-то один клапан 52 градуса 53 в кого-то 58 даже было 162 держит и меньше никак значит здесь обраточка с теплоаккумулятора кран американка опять клапан клапушка это на случай когда нас отключается насос насос может включиться по причине когда не станет электричество говорят люди на можно поставить бесперебойник там зачем это лишние а бывает просто насос может остановиться куда есть электричество может сгореть банально или заклинить были были такие случаи значит обязательно даже байпасы здесь все полтора дюйма здесь сделано обвязочка одним дюймом и здесь нас наша обраточка из системы отопления идет ближайшую точку для быстрого разгона системы должен хотел работать для разгона системы сначала а потом только греть теплоаккумулятор то есть только браточка с дома с туплением возвращать самое первое тепло он он не сбрасывается вниз теплоаккумулятора но она напрямую идет опять наш котелчик пошло сюда против иначе стрелочек это стрелочка на малют нарисованный в ту сторону ничего страшного здесь нечего показывать здесь нечего показывать просто банально обраточка идет котлу смотрим что нас с этой стороны теплоаккумулятора где выход идет для нашего обогрева дома установлен такой сделал как бы все просто термостат насос нам мешает записывать термостат который отключает по заданной температуре термодатчик установлен теплоаккумулятор только верхний слой нагревается у нас есть тепло включает насос подачу для нашего дома подмес делом трехводовым клапаном герц халис здесь он уже установлен по стрелках это так и положено и опять нас вопрос стоит удалось ли реализовать задачу с газовым котлом значит задача немного поменялась комната термостат не будет установлен систему тоже нам надо автоматическое приключение между газовым котлом и твердотопливным и задача это очень простая здесь был установлен реле сейчас мы его посмотрим вот такой промежуточный реле с сухими контактами когда включается насос параллельно подключена обмотка это магнит реле включая сухие контакты замыкает сухие контакты или размыкает как надо оказалось что хотел газовый на вьен в нем нету выхода для комнат термостата там только есть пульт с термодатчиком и там нету возможности подсоединить и это было непростой задач но мы ее решили пока смотрим по котлу что у нас котел уже работает более чем час вонищик конденсат был потому что он не было горения не даже не было но не мог нагреть сам себя сейчас дыма на улице полно он еле-еле за час разогрел сам себя только-только начал давать вот видим на выходе нас реальных 60 63 здесь показаны как бы более 70 не знаю каких это более 70 что он показывает включен надул постоянно нагрева который более чем за час он не может нагреть сам себя сравнение с каплан борца это никакое не сравнение теперь смотрим по газовому котлу что у нас получилось вот есть такой пульт он так вынесен здесь на холодильнике хозяин закрепил и управление кутлом только часа тут пульт на самом котле нету никаких кнопочек можно посмотреть на вен deluxe просто я смотрел по ю тубе люди ищут решение проблемы хотят подключить там или комнаты термостат внешний или там gsm или вай фай управление нету входа как мы решили эту проблему вскрывали сам пульт в пульте сам датчик который управляет как комнаты термостатом есть функция управления по температуре воды и по температуре воздуха помещение хозяин решил не делать по температуре воздуха потому что сам пульт установлен комнате где теплый пол в других комнатах радиаторы и здесь но пол имеет большую инерцию он включает комнаты термостат на этом пульте здесь еще тепло в других комнатах получается холодно и как бы он но отказался вообще от идеи комнат термостата возможно со временем можно будет добавить отдельный термостат дальше мы вскрывали этот пульт фотографию не сделали я сейчас мы поставим в тратке какая-то какая-то у нас есть должна быть мы как делали паяли нет фотографии на сам пульт в открытом положении есть мы добавим конце видео и параллельно датчику а датчик там делать терморезистором если был сделан датчиком ds это было бы вообще проблема мы его ну у нас не хватает ума обойти его надо там еще через артуину ли как там делать не знаю даже но не знаю значит не знаю а там терморезистор мы подпаяли параллельно встроенную датчику два выхода видим здесь коричневый и синенький проводочек и и просто напрямую а через резистор добавили 10 килом штатный резистор там тоже около 10 килом потому что ну кто что я не знаю там на него же не написано и он меняет сопротивление зависимой температуры вот мы замеряли при какой комнат температуре там 6 километров приблизительно буду значит мы добавили два проводочка через терморезистор к терморезистор через обычный резистор 10 километров и когда мы за мы замыкаем этот коричневый и синенький проводочек мы обманываем мозги которые есть там процессор в этом пульте и показываете сейчас 20 градусов если замкнуть и проводочка пока 38 градусов и когда работает твердотопный котел замекает реле эти два провода . котел настроен здесь по температуре воздуха он видит что в доме 38 градусов такую понимаю процессор и он не включает и котел но просто отключается в режим ждущий и все когда подключается твердотопный котел точнее отключается уже нагрев но насос отключается из теплоаккумулятора реле размекает эти контакты и переходит режим комнату термостат но опять же он должен работать не по воздуху у нас потому что в режиме комнат термостата ему плохо это вы просто установили здесь задание 30 градусов чтобы нагнать в комнате хотя температуру воздуха до ли сорок раз и он при сорока раз никогда три стены не нагоняет его работает постоянно по температуре воды и температура воды не поднимается больше потому что там задали температуру 40 градусов и температура воза не поднимается потому что мы установили 30 а он при температуре 40 воды не может больше поднять вот так crocodiles здесь от регулирована эта система еще под место теплый пол есть и котел не отключается потому что он не может набрать заданной температуры и постоянно работает как только замыкает контакты пульт видеть будто бы в доме он так понимает 38 раз и отключать котел вот так мы решили проблему и